Друзья, всех приветствую на своем канале Деревня в Подмосковье. И сегодня мы с вами будем делать чесночную настойку для наших орхидей. Для того, чтобы подкормить растения, чтобы листья были более насыщенные, чтобы корневая система начала как можно быстрее расти. И от этого растение намного лучше себя, конечно же, чувствует. Хочу вам порекомендовать интересный канал, который называется Света на диете. Если вы вдруг задумывались о том, чтобы похудеть, или есть еду в любом количестве и при этом не поправляться, то данный канал именно об этом. Здесь вы найдете много разных рецептов о вкусной и здоровой пище, главное полезной пище, которая содержит минимум калорий, а главное полезна для организма и по большей степени она даже раздельная. Предлагаю поддержать канал Светланы, на него подписаться и поставить лайк, так как она очень старается на этом канале, готовит очень вкусные, действительно интересные. А главное, с пошаговым меню, где вы можете не только смотреть видео, но и пошагово смотреть полностью описание каждого рецепта. Итак, переходите на канал Света на диете, ссылка в описании. А мы приступаем к приготовлению нашей настойки для орхидей. Для того, чтобы приготовить чесночную настойку, на 2 литра воды нам потребуется 4 чесночные. Но, друзья, берите хороший чеснок, чтобы он был не больной. Так как, обратите внимание, у меня есть чеснок, который, в общем-то, уже отживает, его можно частично выкинуть, поэтому мы аккуратно обрезаем больные места у чеснока, а остальное мелко нарезаем. Друзья, после того, как мы с вами порезали чеснок, мы берем емкость с 2 литрами воды и туда на сутки отправляем наш чеснок. При этом не забудьте закрыть крышкой или пакетом, так как запах имеет место быть. Перед тем, как отправить чеснок в емкость с водой, вода у вас должна обязательно отстояться и при этом быть комнатной температуры. После этого, еще раз повторюсь, воду оставляем на сутки. А через сутки мы с вами будем подкармливать наши орхидеи. Итак, друзья, прошли сутки с момента, как я заготовил чесночную настойку. Желательно, конечно, ее процедить, но так как я ее сливать буду не полностью, поэтому в моем случае процеживать нет смысла. Что я предлагаю сделать? Сейчас я предлагаю перелить где-то литр в другую емкость и пролить нашу орхидею. Итак, давайте приступим. Друзья, многие зададут вопросы, как можно такой брагой, поливать такое замечательное растение, ведь оно воняет. Запах присутствует, но, уверяю вас, этот запах будет 10-15 минут, максимум час. Потом он просто выветривается. Итак, мы берем нашу чесночную настойку и проливаем наше растение. Почему я данное растение проливаю, а не погружаю? Потому что у меня здесь присутствует грунт, а точнее поверхностный торф. Поэтому, чтобы корни не загнивали, я проливаю. Если бы у меня здесь была просто кора, то тогда можно было минут на 15 погрузить в данную кору. Ну вот, друзья, мы пролили таким нехитрым способом наше растение. Теперь вторично можно сделать где-то дней через 14. Буквально через день-два, а может быть даже сегодня к вечеру, листья, они станут насыщенно зеленого, такого приятного зеленого цвета. На это тоже обращайте внимание, а это будет говорить о том, что растению данная подкормка нравится. Ну а вам, если понравилось видео, не забывайте подписываться, делитесь с друзьями в соцсетях и подписываемся по ссылке, переходим на канал Света на диете. Там очень много полезных, хороших рецептов. Всем пока, до новых встреч!